Теплые пожелания в новом году, персональные подарки каждому представителю СМИ с логотипом Министерства иностранных дел. Таким далеко не традиционным, но приятным способом Даурковы поздравил абхазских журналистов с наступающим 2018 годом. Официальную часть министр начал, как и полагается, со вступительного слова. Глава внешнеполитического ведомства страны обрисовал ситуацию переговорного процесса в рамках женевских дискуссий, единственной международной площадки, на которой сегодня представлена Абхазия. И несмотря на скептическое отношение общества к данному формату переговоров, участие в них необходимо нашей стране, уверен министр. Если оценивать перспективы женевского процесса, то здесь необходимо отметить, что данный формат политического урегулирования носит длительный характер. И мы здесь нацелены на конкретный результат, вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется. В политическом плане основная задача абхазской стороны заключается в подписании с Грузией юридического обязывающего соглашения о невозобновлении боевых действий. При этом мы стараемся оценивать перспективы принятия подобного соглашения и понимаем, что этот процесс достаточно сложный, кропотливый и требующий серьезных усилий от всех участников. Данные дискуссии проходят при посредничестве наиболее крупных международных структур, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, а также при посредничестве России и США. К сожалению, все остальные международные площадки для нас пока полностью закрыты. Именно поэтому нам важно продолжить работу женевских дискуссий, так как это единственный международный формат, где представители Абхазии могут напрямую озвучивать собственную позицию и отстаивать интересы нашей страны на международной арене. Уходящий год был полон событий. Если говорить об укреплении двухсторонних отношений с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, то эта работа была усилена и как результат наша страна установила новые зарубежные контакты. В том, что касается частоты визитов глав дружественных государств, 2017 год следует признать достаточно успешным, говорит Дауркова. За этот год нашу страну посетили президент России, Южной Осетии, Приднестровья, Республики Науру. Серьезные подвижки произошли в ближневосточном направлении и в Европе. В этом году впервые официальная делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику. Были проведены предметные переговоры со всем высшим руководством Дамаска. Проговорены возможности налаживания экономических, культурных и гуманитарных контактов. Сирийские власти продемонстрировали реальную заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. Другой пример – открытие в итальянском городе Бааре представительства Абхазии. В нашей работе мы руководствуемся базовыми приоритетными установками, которые были озвучены президентом в ежегодном послании к Народному собранию Парламенту Республики Абхазия. Эти установки включают в себя укрепление и активизацию Абхазо-Российского союзничества и стратегического партнерства, достижение широкого международного признания, установление новых контактов, участие в процессах евразийской интеграции. Хотел бы сразу отметить, что мы трезво оцениваем текущую международную ситуацию и отдаем себе отчет в том, что международная конъюнктура далеко не во всем благоприятно складывается для интереса в Республике Абхазии. «Ясно это понимая, мы движемся в том направлении, которое представляется нам наиболее оптимальным и эффективным в сложном контексте мировых политических процессов». Журналистов интересовало, какой ответ Медабхазии получил на свое обращение к генеральному секретарю ООН, в котором излагалась просьба дать возможность озвучить позицию нашей страны на площадке ООН. Даурковы объяснил, ООН отказала, и это не в первый раз. «Мы говорим о необходимости того, чтобы международное сообщество слышало нас. В Министерстве странных дел в разное время, с очень такой частотой, с периодичностью, мы обращались в различные инстанции, и непосредственно и к генеральному секретарю ООН также. И если вы помните, был также момент, когда, в принципе, была практически достигнута договоренность о возможности посетить ООН, в тот период министром был Сергей Миронович Шамба, но по определенным причинам ему опять-таки отказали в визе, и, соответственно, он не попал туда». Абхазо-российское сотрудничество с каждым годом будет укрепляться в своей внешней политике. Абхазия ориентируется на поддержку своего стратегического союзника – Российскую Федерацию, которая помогает нашему государству уверенно двигаться вперед и обеспечивает прочную безопасность в сложных геополитических условиях. «Договорно-правовая база наших отношений наращивается с каждым годом. Между нашими странами уже подписано более 130 соглашений в самых разных областях. В уходящем году в развитии договора о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан ряд двусторонних абхазо-российских соглашений, касающихся важных для Абхазии областей». Что касается вопроса двойного гражданства, то документ сейчас находится на доработке. По словам Даура Ковы, в подготовленном абхазской стороной проекте соглашения отражены все наиболее важные для граждан нашего государства положения. А вот вопрос приобретения абхазского гражданства там не оговаривается, так как он регулируется законодательством Республики Абхазия. С видом на жительство абхазо-российскую границу пока переходить нельзя. Этот вопрос также на стадии обсуждения. И по словам министра, к 2018 году он будет решен. Общение Даура Ковы с представителями СМИ состоялось в пресс-центре МИДа и продлилось более двух часов. Глава внешнеполитического ведомства заверил, Абхазия открыта для общения с представителями абхазского экспертного сообщества, неправительственными организациями и готова выстраивать отношения при условиях равноправия, взаимного учета интересов и уважения.